мы все стремимся тому чтобы не знаю найду не найду она точно здесь а вот мы все стремимся к тому чтобы приблизиться вот к этой точке да еще один смысл для чего потому что мы прекрасно понимаем что в жизни мы бывает ошибаемся а если у меня есть накопленные ресурсы то я легко смогу возместить ущерб понимаете да а вот если я вот в этой точке мне нечем возмещать ущерб следовательно в употреблении зависимый человек неизбежно накапливает чувство вины будете с этим спорить каждый день и с точки зрения взаимоотношений с окружающим миром и с точки зрения взаимоотношений с самим собой тоже потому что в моменты просветления люди начинают осознавать содеянное люди которые злоупотребляют алкоголем очень часто удивляются тому что рассказывают им на следующее утро близкие не так ли чек думает я не мог этого всего сделать это я был вообще если чувство вины накапливается то накапливается боль связанная с этим чувством и помимо биохимической составляющей добавляется еще и какое-то количество боли связанная с тем что человек носит в себе вот это глубокое чувство вины то есть соответственно нужно больше боли утоляющих есть такое наблюдение до употребление до программы и срывы в программе речь идет о интенсивности самого употребления я вам говорил как-то о последнем оплоте отрицания последний оплот отрицания ну первая самая точка до формирования то есть структура отрицания она звучит примерно так да я попробовал наркотики но я никогда не стану таким как они вот они наркоманы а я нет проходит какое-то время рушится да дальше убеждение такое то да я наркоман но если в моей жизни случится то 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 я остановлюсь эта точка тоже улетает да случается ничего не происходит далее существует еще один уровень да никто да я признаю себя больным я знаю больных людей и те люди которые в такой же ситуации как я никогда не перестают употреблять но вдруг среди окружения появляются конкретные люди которым удается перестать употреблять и кстати сказать многие резиденты в амбулаторной программе не понимают одной истории почему после выписки со стационара друзья так легко угощают вот почему когда было плохо в употреблении не особо там много находилось самаритян в этом смысле да стоит набрать какое-то количество чистоты и вдруг раз кто-нибудь предлагает употребить за компанию просто так почему 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 когда человек срывается он соответственно с собой тачит потому что он почувствует дискомфорт он одинок он хочет чтобы кто-то боролся компенсировать ага одна точка зрения а вторая когда я употреблял то я хотел чтобы все употребляли естественно я чувствовал свою щадость макс ты тоже самое хотел сказать да абсолютно потому что каждый человек который перестал употреблять это вызов для человека который употребляет понимаете да и чтобы успокоить себя не такая большая цена поделиться наркотиками или алкоголем чтобы убедить еще раз себя в том что это невозможно да он трезвый но это ненадолго понимаете да опасайтесь этого после выписки ну предположим что и эта точка пройдена и есть люди конкретные да которые долгое время не употребляют наркотики это обидно признавать тогда остается последний оплот отрицания у всех получится у меня нет понимаете да макс это отрицание не забывай об этом я задавал вопрос кому-то по поводу яичница юльки да если человек применяет определенную технологию у него в любом случае получится яичница она может быть не очень вкусная но она получится понимаете да если следовать технологии в точности рано или поздно это обязательно произойдет с программой выздоровления все то же самое если следовать технологии обязательно получится но предположим человек ушел от технологии сорвался в программе как вы думаете что его мучает безусловно вот до программы он мог себе успокоить тем что это невозможно сделать в принципе но пробыв трезвым полгода год два не удается себя обмануть поэтому зависимые которые срываются говорят о том что доза интенсивность употребления становится катастрофической да у меня есть товарищ который употреблял полтора года тяжелые наркотики он сам из Харькова да его родители насильно ну как рукой тяжелой воли поместили на репутацию у нас репутация два года была через два года он вышел за два с половиной месяца да он превратился просто в овощи он употреблял огромными дозами без контроля без контроля постоянно потому что чтобы убить это чувство да есть только один способ употреблять до такого состояния чтобы вообще все выключилось понимаете да это чувство не дает покоя ты не услышал чувство вины чувство вины даже не столько перед окружающими людьми да как перед кем и именно поэтому мы с вами и говорим о взаимодействии принципов и эмоционального состояния на примере одного собственно да в программе есть утверждение что не отработанное чувство вины убивает я вам в общем то только что объяснил почему то есть если человек копит чувство вины наступает ну точка критической массы когда единственным выходом остается употребление понимаете да но и оно добавляет туда же чувство вины поэтому все и приходят вот к этому стилю употребления когда там употреблять до такой степени чтобы вырубиться понимаете да требуется уже вот такая степень обезболивания ну и часто очень человек умирает быстро умирает в срыве и очень тяжело вернуться обратно потому что тоже по опыту людей которые срывались в программе очень тяжело именно из-за этого чувства вернуться в революционный центр вернуться на группу позвонить кому-то кто с кем выздоравливал понимаете вот это вот мешает барьер такой поэтому тоже в среде выздоравливающих существует такой лозунг стыдно не сорваться стыдно не вернуться понимаете да и мы говорим что те люди которые срываются могут поделиться опытом болезненным опытом отступления от технологии для чего для того чтобы остальные задумались чтобы не повторять этих ошибок физические ошибки все выздоровление можно назвать профилактикой срыва если перец занимается профилактикой срыва только сегодня употребления не происходит если человек не отступает от технологий употребление не происходит мало того если человек не отступает от технологий его жизнь рано или поздно становится вкусной Да? Это тоже правда. Потому что вот эти принципы, они не призваны к тому, чтобы сделать из вас роботов. Они призваны сделать вашу жизнь эффективной, свободной и, как следствие, радостной. Несвободный человек не может быть радостным и вряд ли будет счастливым. В чем свобода? Свобода заключается в выборе по крайней мере одного из двух путей. Вот если выбора нет, это не свобода. Человек, который не знает, как выздоравливать, лишен выбора. У него есть эмоциональная боль в результате измененной биохимии, в результате конфликтов внутренних или внешних, которые он проживает, а как по-другому он не знает. Поэтому до программы человек свободы не получает. Если человек за время пребывания на стационаре занимает позицию наблюдательно, не вникает в этот процесс, он не получает свободы по выходу. Он получает информацию, но информация не реализованная на практике ничего не меняет. Понимаете? А вот если человек применил эту информацию сейчас, получил эмоциональный опыт от другого способа, тогда появляется свобода. Не нам надо, чтобы вы начали жить по этим принципам. Нам это не нужно. Это нужно вам. чтобы получить систему сравнения, как будет, если я иду по этому пути и как будет, если я иду по этому пути. Ну по крайней мере так. А дальше ваш выбор. Какой путь вы выберете? Мы знаем, как помочь вам и вашим близким. Лечение наркозависимости – дело нашей жизни. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Нам не все равно. Субтитры создавал DimaTorzok